Приветствую вас на канале Опасная Бритва или Стрейт Рейза. Сегодня будем брить мою шикарную бороду, так что смотрим и не переключаемся. Бруклин Продакшн представляет Ну что, вы хотели видеть как это происходит? Все очень просто, смотрим. Приветствую еще раз с вас на канале Опасная Бритва или Стрейт Рейза. Надеюсь, мне удалось вас немножечко развеселить. Меня зовут Павел. И сегодня я хотел бы поговорить немножечко о своем канале, о том, что происходит и что будет происходить на канале. Значит, что мы имеем на данный момент? У меня новый канал, который недавно открылся совсем. Я первое видео начал загружать в начале августа. То есть сейчас немножечко подписчиков немного. Канал развивается, как вы видите. Выходят новые видео, они будут выходить новые видео. Значит, период выхода видео я планирую где-то раз в неделю. Таких вот по бритью. И какие-то видео будут выходить, возможно, в среде недели. То есть нужно придумать на какую тему. Нужно придумать, что будет интересно вам, что будет интересно мне. И как-то вместе с кооперироваться. Если у вас есть какие-то предложения, милости просим, оставляйте комментарии, пишите на e-mail, пишите на канале. И будем как-то вместе что-то делать, если у вас есть желание. У меня желание есть, поэтому я все равно буду что-то делать или буду снимать. Если у вас есть какие-то предложения по сотрудничеству, то всегда пожалуйста. Всегда будем что-то вместе делать. Если вы владеете похожим YouTube-каналом и хотите вместе создать какой-то проект, то тоже пожалуйста. Я всегда готов к новым каким-то проектам, к движениям. Значит, для чего создался этот канал? Этот канал создался как альтернатива тому, что уже мы видим на интернете. Многие годы, что висит, скажем так, мертвым грузом. И что мы смотрим в первую очередь, когда интересуемся опасной бритвой. Опасная бритва – это такой инструмент, который требует понимания, внимания, сосредоточенности, во всяком случае в начале, и изучения самого процесса. То есть, когда мы первый раз интересуемся, мы набираем в поисковике «опасная бритва» и мы попадаем на какие-то видео. Видео всегда бывают разные, абсолютно разные. И очень часто они не совсем соответствуют истине, которая есть в жизни. То есть, люди преподносят какие-то вещи, как им угодно, как им нравится, и как задумано, чтобы вы думали, что так оно и есть. То есть, для этого снимаются различные видео на таких каналах, как мой, как на Сергея Кищенко канале, как на Александра Подоляна канале. Мы пытаемся показать видео в таком ракурсе, чтобы вы поняли, что бриться опасной бритвой – это достаточно несложно. Просто нужно немножко научиться. Существует также много каналов, которые появились с самого начала, то есть, на которые я первый раз обратил внимание. Каналы, которые, возможно, являются рекламными просто каналами. Рекламы какой-то продукции, рекламы тех же бритв, возможно, с того же Пакистана, возможно, с каких-то производителей непонятного качества и вообще. Или просто даже всемирно известных производителей, но просто они рекламируют таким образом. То есть, мы, попадая на канал, думаем, что бритва «Дова» или какая-то другая бритва – это самая лучшая бритва в мире, и только нужно её брать. Поэтому, так говорят, 10 видео, которые первых мы смотрим в поисковой системе. Нет, не совсем так. То есть, всё достаточно разнообразно. Мы находим различные видео, которые показывают, как правильно бриться, как правильно затачивать бритву, как правильно или неправильно, как это делает человек. И искренне верим, что так оно существует. Нет, не так оно существует, не так оно работает. Вы посмотрите буквально 10-20 видео на одну и ту же тему и уже имеете какое-то мнение. Это самое главное. Вы должны усреднённо посмотреть на все взгляды тех людей, которые представляют это видео. То есть, данное видео в том числе. То есть, мои мысли – это мои мысли. Мои какие-то движения – это мои движения. Я пытаюсь показать, как я делаю, но это не значит, что это именно подойдёт вам. И что вы будете способны делать то же самое, как делает другой человек. Есть люди, которые выставляют видео, показывая какие-то рекорды в скорости, которые как-то достигнуты прекрасно. Но для того, чтобы дойти до такого, не нужно резко махать бритвой изначально. Нужно немножечко, немножечко, много лет спокойненько побриться и попытаться понять сам процесс. Это тоже нужно понимать очень внятно и понятно. Значит, что касается… Самый наболевший вопрос – это заточка бритвы. Так как в большинстве случаев мы берём бритву, которая уже, допустим, новую бритву из коробки. И почему-то она не бреет. Хотя она какой-то знаменитой фирмы. Той же немецкой или ещё какой. Всё равно. Она не бреет. То есть, у нас сразу состоит вопрос заточки. Опять же таки, обращаясь к YouTube, мы начинаем искать какие-то видео. Люди показывают, как они затачивают на камнях, на чём угодно, на каких-то дорогих камнях, на очень дорогих конях, на неописуемо дорогих камнях. То есть, есть люди, которые занимаются этим профессионально, занимаются этим в долгий промежуток времени в своей жизни. И качество их продукции состоит в том, чтобы выдать заточку гениально, точно, ровную и правильную. Чтобы бритва была комфортная, острая и приносила только одно удовольствие. Тогда требуется большой опыт и знание того, что делаешь. Опыт приобретается в процессе работы, а знания приобретаются в процессе опять же своей же работы. Потому что, посмотрев по телевизору то или иное видео или даже посмотрев, пока сам не возьмёшь в руку бритву, ничего не получится. Одна, вторая, третья, четвёртая, потом приходит понимание того, что происходит. Люди покупают дорогущие камни, но не всегда это оправдано абсолютно. Если вы обычный, как я, владелец опасной бритвы, который просто решил научиться бриться, вам совершенно даже в голову не должна приходить мысль о покупке сумасшедших дорогих камней. Потому что камни, вот эта цена на камень, она складывается из маркетинга. Маркетинга, который происходит во всём мире. Это цена, просто рыночная цена для того, чтобы сбыть этот камень, для того, чтобы продать, создать иллюзию вот этой вот дороговизны и всего остального. Действительно, есть очень шикарные камни, которыми нужно тоже правильно уметь владеть. То есть, есть люди, которые мы видим какие-то заточные каналы, на которых показывают, как правильно тащить бритву, ножи и всё остальное. Особенно касается бритв. Люди показывают, как они тащат, но это всё визуально, всё очень просто и понятно. Да, взял дорогой камень, купил, два раза провёл, раз, волос режет, просто на ура, да всё остальное. Нет, так не бывает. Всё немножечко, опять же-таки, сложнее. Поэтому мой совет насчёт заточки бритвы не сильно в это дело вникать. На самом деле, нужно для начала найти мастера, который вам правильно заточит бритву, чтобы вы поняли, что затачивать бритву это пока не ваше занятие. Ваше занятие научиться бриться. Научиться бриться правильно, для того, чтобы вам было комфортно. Потом, по постижению времени, какого-то продолжения, вы найдёте свой способ и правильность заточки. Потому что камни для заточки, они действительно очень разные, ценовые категории очень разные. Есть китайские камни, которые достаточно тоже хорошо затащивают бритвы, какие-то искусственные камни. Есть натуральные камни, китайские камни, есть японские прекрасные камни, синтетические, которые делают специально с определённой гритностью. Они уже не очень дорогие. И совершенно вам не нужна пошаговость, которая мы видим на рынке представлена, которая есть 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 30000, если больше. Нам не нужна вот эта гритность сумасшедшая. Нам нужно определиться с тем, что бритву нужно, когда вы бритву берёте, новую бритву, скажем так, у неё уже кромка есть. Режущая кромка уже есть. Может, она не такая уже острая, но она правильно выстроена, и она уже есть. Соответственно, вам кромку делать не нужно. То есть, вот этот вот 1000 камень, который начинают использовать, он практически вам не нужен. То есть, я вам говорю из своего опыта. Я начинаю с 3000 камня, даже на бритве, на которой нету режущей кромки. То есть, я занимаюсь восстановлением бритв для себя, для интереса, скажем так. Я начинаю с 3000. 3000 прекрасно, вот несколько движений делает эту прекрасную кромку, режущую кромку, и уже можно с этим работать. То есть, потом я перехожу на 8000 камень, бывает, и даже на нём заканчиваю. Бывает, у меня сейчас появился китайский камень, природный камень, Гуэнси. Тоже интересный камень, но что-то я с ним не очень понимаю, что с ним происходит. Поэтому 8000 очень прекрасно делает, можно, в принципе, на этом и останавливаться. Потом можно довести, по возможности, даже на пасте. Но это особый разговор, то есть, некоторые за, некоторые против. Я не вижу в этом ничего плохого, на самом деле. Говорят некоторые, что это не совсем кошерно. Но дело в том, что паста имеет свои плюсы и свои минусы. Если правильно использовать её, то это только плюс. Потому что паста, которая наносится на кожу, и когда мы правим бритву, это как очень крупно, вернее, 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч гритками. То есть, это уже такая доводка, уже нежная, нежная доводка. И эта паста позволяет довести бритву именно до того, до резания волоса, очень быстро и очень чётко. Другое дело, как это использовать. Это отдельный разговор. Значит, это что касается заточки бритвы. Опять же таки, что касается ремня, на котором правят бритвы, или на досточке, это пока тоже не очень совсем важно. Просто нужно купить хороший ремень с хорошей кожей, не пытаться на ремне от брюк, пытаться править бритву. Не получится нормально, во всяком случае. Даже хорошая бритва, на ремне вы просто завалите кромку, и ничего хорошего с этого не выйдет. Значит, вот эти все видео, которые представлены, уже ранее имеющие сотни тысяч просмотров, и создают иллюзию того, что происходит. На самом деле, бывает ситуация совсем разная. Есть видео, которые показывают, как человек сидит с большим опытом, все поняли, что он с большим опытом все дела, и достает алмазный надфиль и начинает точить бритву. Это просто ужас. То есть, есть такие видео, вы можете посмотреть на интернете, они имеют много просмотров, но это просто недостижимо. Через какое-то время этот же человек достает какой-то камень и начинает опять же учить, как точить бритву. Начинает опять же учить людей точить бритву. Хотя два года назад мы выпустим видео, как точить чуть ли не алмазный надфиль. Все надо фильтровать, еще раз говорю, все надо смотреть. и с пониманием того, что главное не кидаться в крайности. Бритвы тоже очень разные, абсолютно разные, по своим характеристикам, по своим принадлежностям, по своим каким-то качествам, по качеству стали, и от этого зависит очень многое. Но для начала человека, который я просто по себе смотрю, то есть когда я беру первый раз бритву, я думаю, вообще смотрю, она просто, я так на руке попробовал, смотрю, даже не бритву, надо её точить. Значит, я захожу на YouTube, как затащить бритву, попадается какое-то первое видео, я начинаю смотреть, вроде всё понятно, вроде вот так вот классно. Я начинаю какую-то искать проблему, то есть я начинаю заказывать какие-то камни китайские, я начинаю заказывать какую-то ту штуку. Да, оно сейчас доступно, оно не так дорого стало, и самое главное доступно, потому что раньше при Советском Союзе всё, что вынесли с завода, тем и затащили. Вот и всё. Сейчас просто большой маркетинг, большой рынок, у людей появились деньги, у людей появились возможности, и им начинают впихивать вот такую вот идею, то есть надо такие, такие, такие-то, такие-то, и люди теряются, реально теряются, я сам по себе просто смотрю, и мы не знаем, куда обращаться, куда делать, потому что опасной бритвой, вот сейчас какой-то виток произошёл в жизни, что люди только начинают опять возвращаться к этому, считают, что это правильное бритво, и я считаю, что это очень правильно, и тем самым опыта как такового нету. Опыт приходит с опытом своим, или с тем, что мы видим на YouTube опять же. Каждый откуда-то что-то почерпнул, каких-то пару слов, и иногда выдаёт это за свои слова. Вот я иногда смотрю видео, то есть я почитал в журнале, потом смотрю, человек стоит и рассказывает, что в этом журнале написано, строчка в строчку, очень приближённо к тексту, даже не вникает, что там происходило, то есть у него уже какое-то мнение, на него уже стоят, смотрят, думают люди, да, действительно грамотный человек, всё остальное, но он просто прочитал журнал это дело. Он прочитал, возможно, даже забыл, возможно, усвоил. То есть и вот каждый раз мы смотрим, мы начинаем вот эту же информацию передавать из уст в уста. Вот так передаётся опыт, потому что книжек как таковых я не встречал, и сейчас такой мир, что с литературой как-то мы берём больше информации, только с YouTube, допустим, с интернета. Форумы уже как-то отошли. Форумы, на которых люди общались, вообще отходят в небытие. То есть люди, которые создавали, есть форумы, громадные форумы, на которых общались. Я сам посещал эти форумы, но я, по-моему, даже не регистрировался на них. То есть там уже создано десятки тысяч тем. Ты просто заходишь, читаешь, смотришь, есть одни и те же вопросы, одни и те же ответы. Одни и те же вопросы, одни и те же ответы. Переформулированы как-то ещё. Но, в принципе, даже у меня не было надобности заходить на форум и регистрироваться, что-то там делать. То есть, чтобы продвигать свой канал, можно там зарегистрироваться. А подчеркнуть информацию какую-то, спросить, а какую мне взять бритву, это глупый вопрос. Никто вам не ответит на него, какую вам взять бритву. У каждого человека будет иметь какое-то мнение. У каждого человека свой карман и свой диапазон денег, который он хочет потратить. То есть вы знаете, сколько стоит, допустим, нормальная немецкая бритва с коробочкой, она стоит, которую вы берёте у производителя или берёте у дилера какого-то, который является его. Или просто покупаете новый бритв у кого-то там на интернете, она где-то порядка 120-150 долларов стоит. То есть можно найти дешевле, чуть-чуть такая цена. Но нормальная цена, она везде одинаковая, потому что эту цену регламентирует производитель. То есть некоторые продают чуть-чуть дороже, некоторые продают чуть-чуть... Но всё равно есть уровень, который цены, допустим. Там немножечко нанесли какое-то золотое тиснение, раз цена резко поднимается на 50-70 долларов почему-то. Раз ручку сделали не из пластика, сделали из рога, хотя рог не считается такой вот прямо уж, такой вещью, за которую стоит гоняться и прямо уж какой-то там дефицитный товар или прямо что-то высоко. Но цена на бритву резко повышается на тех же 50-70 долларов. То есть уже бритва, которая стоит... Вот можете посмотреть на бритвах Бокер, на бритвах Добо. Мы будем о них говорить, допустим, об этих бритвах, потому что они сейчас являются основными бритвами, которые, когда мы в первый раз сталкиваемся, что такое бритьё, мы с этими бритвами сталкиваемся. Потом мы начинаем интересоваться, оказывается, выпускают и другие предприятия, которые уже по 150-200 лет выпускают, немецкие, французские, испанские, какие угодно, со всех стран, потому что раньше не было другой возможности, и люди хранили вот эти секреты. Сейчас эти секреты как бы возобновляют эти компании производства. Не знаю, насколько у них качество всего этого дела. Сейчас появились новые технологии, производство металла, новые формулы металла, новые какие-то вещи. И, соответственно, появилась возможность сделать это всё очень быстро и достаточно недорого для самого предприятия. Себестоимость продукции получается, наверное, потому что небольшая. Если всё настроено, всё на автомате, в большинстве заводов очень много работают и люди, очень много выполняется операций машинами и всё остальное. 200 лет назад, я не думаю, что так было автоматизировано всё производство, хотя бритвами пользовались все люди, большинство людей, мужчин зрелые, которые брелись, потому что других всё равно способов не было. Потом уже появились безопасные, все остальные бритвы и в данный момент все в основном кое с электрическими или станками, на которые присадил тот же жилет. Но это такое дело. Сейчас как-то мода возвращается. Абсолютно это мода, это какой-то виток такой, потому что люди приходят к этому делу и понимают, что это лучше, потому что меньше раздражения на коже у некоторых людей, в том числе у меня. Допустим, вот машинки и образуется и вросший волос, и всё что угодно, и какое-то раздражение, потому что машинка имеет свою какую-то особенность и за ней ухода, и бритья, и всё остальное. То есть, в какой-то период всё равно надо за ней. Мы ленимся, и вот это выходит в раздражение. А опасная бритва просто такой инструмент, который прошёл века, и мы пользуемся бритвами, которые есть очень много. Антиквариатный бритв, которые являются винтажных бритв, которые абсолютно пригодны к исполнению. Они лежали там по 60, по 100 лет где-то в чуланах, немножечко покрылись патины, их удачно восстанавливают или неудачно восстанавливают люди. Есть бритвы, которые сточены просто никуда, вот на этих же пастах, потому что неправильно ими пользовались, или не какие-то усилки, которые просто давали возможность. Мы пытаемся сейчас тоже сохранить бритвы, которым по 100-150 лет. Мы пытаемся сохранить и как-то их жалеем, потому что нам это интересно, потому что это такое приспособление, которое уже никто не делает этой фирмой, допустим, Weight & Badger или любые английские бритвы, что-то еще. Их уже не делают, уже давным-давно не производят, но они все еще на руках у людей и они способны работать и работать. Но их нужно немножечко довести до ума. Есть очень много людей, которые занимаются восстановлением бритв, как на продажу, так и для себя. Я пытаюсь что-то делать, пытаюсь что-то восстанавливать для себя просто и с точки зрения интереса, спортивного интереса. То есть, вот такая вот история канала. Просматриваются вот такие вот темы. В основном я занимаюсь для себя восстановлением бритв, пытаюсь что-то делать, пытаюсь делать и для них чехлы, пытаюсь для них делать вообще восстанавливание для бритвенного состояния. Иногда получается лучше, иногда не лучше, потому что тут многое даже не от меня зависит, зависит только от самого, от самой бритвы. Значит, сегодня я буду бриться бритвой, которую я недавно восстановил. Сейчас я вам покажу ее. Вот такая вот бритва. Это английская старая бритва компании Joseph Allen & Sons. Шеффеллская сталь. Размер у бритвы где-то 5,8. Вот такая вот бритва. Она идет, вот так вот видно. Вот так, наверное, видно. Она такая, достаточно аккуратненькая, красивенькая. Немножечко осталось питинга после ржавчины, которая не получается даже восстановить. Очень тонкая бритва, поэтому не хочется дальше угробить ее, скажем так. Бритва, в принципе, в нормальном состоянии и была, но она была вот такой вот в питинге, в ржавчине, которая действительно немножечко уже испортила ее внешний вид. Но бритва достаточно ровная, абсолютно ровная. Она очень хорошо заточилась. Она режет волос, отделяет волосы, я не знаю, как при малейшем прикосновении. То есть сейчас это показывает, как бы нет возможности на самом деле. Ручка тут все родное, абсолютно все родное. Ручка пластик, ровная. Немножечко бритва, немножечко при закрытии, я ее придерживаю, чтобы она попала по центру. Немножечко ее куда-то влево ведет, чуть-чуть. Но не хочется ничего распирать и делать, потому что все родное. Здесь в гравировках такой меч написано Extra Howl. То есть это вот такой срез, поперечный срез бритвы, вот такой вот формы. Бритва очень аккуратная, приятная и маленькая. То есть сегодня я буду ей бриться, попытаюсь. Вот такая бритва, очень хорошая. Такая спинка приятная, выгнутая. Мне нравится. В принципе, бритва, вот как я понимаю, ей очень мало пользовались. Вот бритвей, я не знаю, каких она годов, наверное, конца 19 века. Но бритвой мало пользовались, потому что она практически не точилась. Чуть-чуть ее завалили, вот здесь вот на спинке, чуть-чуть завалили. Но в принципе, когда я точил ее на изоленте, вот этот вот завал такой, он выровнялся, вместе с этим завалом, и образовалась очень тонкая кромка, очень острая, тонкая, красивая кромка. То есть можно было, вот я смотрю, некоторые заточники, восстановители, все классно делают, затащивают, но они заваливают вот эту спинку, пытаются выровнять, чтобы была ровная, как бы бритву, сточив спинку, и точат на камнях, без изоленты, считая, что это правильно, почему-то, почему-то считая, что так придумано, действительно так придумано, потому что угол для заточки задает мастер, который изготавливает эту бритву, и угол регламентирован только вот этой спинкой, то есть она, это все знают, но самое главное, что бритва очень стачивается, и новая такой не будет, то есть элементарная вещь, наклеить изоленту, и просто запомнить, что эту бритву нужно точить, если точить на изоленте, на одном слое изоленты, если вы точили на одном, на двух, или не дай бог, на трех слоях изолента, у меня такая тоже бритва есть, я не помню уже, какая английская старая бритва, широкая, там вообще была спинка сточена, она была полный клин, и вот этой вот спинки не было, соответственно угла не было, бритва просто шла по камню, пришлось сделать три слоя изоленты, для того, чтобы создать искусственную вот эту спинку и создать вот такой угол, при котором бы затащилась режущая кромка. Но это отдельный разговор, он, кстати, уже был. Сегодня мы вот эту бритву будем использовать. Кроме того, сегодня я буду использовать... Сегодня я буду использовать еще хочу по совету Сергея Пастухова, ой, Романа Пастухова, который в предыдущем видео посоветовал мне при шеях использовать вот такой компресс. Я взял вот такое полотенце, катоновое, хлопчатая бумажная. Сегодня будем делать компрессию по-настоящему, так что смотрим. И сегодня я буду использовать такой пришейв прораза. Хочу сегодня попробовать вот такой вот крем для бритья фирмы Art & Shaving. У меня уже на самом деле давно он лежит, я его никогда не использовал. Сегодня я хочу попробовать сбить с него пену. И хочу еще сегодня попробовать использовать опять же таки увлажнитель кожи. У меня такой есть набор, там несколько увлажнителей разных запахов, видать. А фирмы Victoria's Secret для него Very Sexy. И будем использовать этот увлажнитель кожи. Посмотрим. Сегодня еще одна вещь такая будем использовать интересную. Я просто посмотрел канал Александра Подоляна. То есть он рассказывал о каких-то вещах, которые выпускают в Украине. Приятная, приятная, по нормальной цене абсолютно. Это квастовый камень. Вот такой вот камень. Вот такой вот он в коробочке идет. Вот такой вот пластиковой коробочке, которая защищает его. Это фирма Resorac. Я специально взял его в пластиковой такой коробочке для того, чтобы потом же опять же таки не искать к нему коробочку. Потому что обычно он продается такой маленький брусочек, как от мыла. А это натуральный камень, натуральный минерал, который используется для того, чтобы, если есть какие-то порезы на коже, или какие-то покраснения, или какие-то, какие-то, не знаю, какие-то... Вылетело свой из головы. В общем, этот камень сужает сосуды, и он способствует тому, что снимает раздражение, закупоривает сосуды. Если большие капилляры, вот мы когда видим даже питинг на лице, то есть капилляр был задет немножечко побольше. И, соответственно, получается кровяный след, получается, на лице не говорим уже о порезах. И эта штука предназначена для того, чтобы остановить кровотечение, сузить сосуды и тем самым как бы успокоить кожу. То есть выглядит он вот таким вот образом. Вот такой вот камешек. В такой приятной штуке. На самом деле можно было взять... То есть стоимость этих квасов, их применяют для медицины, а в бритье их применяют для, как я вам сказал, для снятия вот таких вот стрессов для кожи. И что ещё с этими квасами? Интересно то, что, как говорит Александр, их надолго хватает. Ну, посмотрим, на что хватает, как оно будет. Может, к коже будет она более мягче относиться и меньше будет всяких раздражений с помощью него. Значит, стоимость его где-то от 2 долларов, 2, 3, 4, 5, 6, 10 долларов. Это где-то 100 долларов 7, потому что он шёл в какой-то коробочке, потому что он фирменный, а не просто непонятного происхождения из Индии. То есть, как говорят, разницы никакой нет, но приятно всё-таки взять фирменную вещь и попробовать, как фирменная вещь работает. Почему? Потому что неизвестно, как говорится, unbranded name, где его делали, вообще непонятно. То есть, цена не определяет качество этого вещи. Это unbranded name ничего не значит. То есть, мы не знаем, где его выделали в подвале и каких условиях, а нам нужно всё-таки к лицу. Поэтому хотелось бы взять, попробовать фирменную вещь. Вот такой вот. И ещё будем использовать, скорее всего, не знаю, посмотрим. Вот такой прораз автошейф после квасцов посмотрим такую вещь. Так, вот такой план действий. Ну что, приступим к бритью. Значит, сейчас я возьму вот этот вот полотенце, замочу, как говорится, в горячей воде, пускай немножечко полежит. Так, сейчас будем наносить... Так, сейчас... Сейчас будем наносить пришейф. Так. Если кто помнит, в прошлом видео пришейф был, как бы, я жаловался, что пришейф тормозит бритву. А мне написал мой подписчик, Роман Пастухов, он сказал, что надо сделать компресс, просто надо пришейф как бы вместе его делать с компрессом. И тем самым он не будет тормозить бритву. Значит, значит, берем полотенце, складываем вот так и будем держать полотенце. Так, хорошо. Я, конечно, молодец, я забыл достать помазок. Забыл достать помазок. Так. Сейчас мы еще один сделаем компрессик. Мне показалось, что это маловато. Еще пришейф на лице остался. Нормально. Нормально. Так. Сегодня будем использовать вот такой вот шейвинг-крим фирмы Art & Shaving. Как он открывается? Все очень просто. Я не знаю, возьмем помазок его немножечко. Наверное, много. То есть я хочу его нанести, я его хочу нанести в чашу, взбить. Ноги наносят сразу на лицо. Вот он вот так потихоньку взбивается сейчас. Получается вот такая пена. Сейчас мы сделаем пенку. Шуторезово надо сейчас взбиваться. Наверное, много положил. Ну, хватит, будем взбивать. В общем, мы имеем вот столько вот пены. Предостаточно на несколько блюдей. Так, чтобы я вас не вижу. Так. Отлично. Я вот думаю, каким способом побриться. Я уже столько вам наговорил. Так что сейчас, наверное, побреюсь в один проход снизу вверх. Это не очень комфортно для меня на самом деле. Потому что при такой, скажем так, щетине в один проход это очень жестко. Потому что... Но, сейчас посмотрим. Наша бритва. Джозеф Аллен, Энсан. Сыновей было много. Шеффельская сталь. Хорошо. Берем... Притва, на самом деле, такая удобненькая, удобненькая, удобненькая. Немножечко. Вот такая притва. Ну что, поехали. Отлично сыграет. Как я предполагал, так жестко-жестко идет. В один проход с такой щетиной, ну как бы, очень жестко. Ну, то сразу видно результат. Тоже мало важно. Парни. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сразу вспомню, у меня есть бритва, одна из первых купленных бритв, потом немножечко восстановленная, совсем чуть-чуть. Такая же узкая немецкая бритва. Вот ощущения такие же. Вот маленькой бритвы, если чего-то не хватает. Широкая бритва, даже 6-8 уже, намного приятнее идёт. Приятнее идёт, мне так кажется, по своим ощущениям. А что-то вообще? Раскальзывает. Она направо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сильно, так аж серьёзно, значительно для того, чтобы подъём такой, как мне кажется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, сейчас поправим, поэтому мне не нравится, что она или так быстро. Ну что-то заточки явно непонятно творится. Сейчас посмотрим. Сотрумаю босточку. Сотрумаю босточку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот это как раз тот случай, когда бритва заточена, тесты проходят отлично, но брить она не хочет совершенно, вообще я уже, как бы она побрила, но очень плохо, мне не нравится, мне не нравится, мне не нравится, как она это вот делает, не знаю с чем это связано, не знаю абсолютно с чем связано. Сейчас я возьму другую бритву и продолжим. Ну что, взял я свою бритву, weight and butcher, сейчас будем ей добриваться, потому что той бритвы что-то вообще не знаю, не комфортно абсолютно, что-то я упустил наверное, хотя вряд ли, тут уже не от меня зависит, посмотрим. Так, сейчас намочим еще раз лицо. Угу. Вот это как земля и небо. Вот как земля и небо. Эта бритва вообще класс. Вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну вот. Две минуты и все удовольствие. Две минуты и все. То, что доктор прописал. Значит, сейчас мы будем использовать квасцы. Вот такой вот. Как их использовать, то есть, когда мы уже побрелись, последний раз проход прошел, мы умываем лицо прохладной водичкой, наносим квасцы, минералы обрабатываем те места и ждем две минуты, где-то там написано, чтобы этот раствор побыл как бы на лице. То есть, мы увидим вот здесь, что-то красненькое. Обработаем все лицо. То есть, происходит... Такое мелкое покалывание такое происходит. Все. Обработали. Теперь нужно подождать минутки две для того, чтобы кожа как бы сузила сосуды и тем самым прекратила вот эти вот покраснения. Кровь перестанет идти, которые... Как бы небольшой пикинг, который мы видим, значит, повреждены какие-то капилляры были. За это время можно что сделать? Помыть помазок, оставшуюся пену вымыть, все остальное. То есть, сейчас мы этим займемся. Так. Хорошо. Теперь в инструкции написано, что нужно смыть вот это все, чтобы кожа не была такой сухой, чтобы она не сжималась уже чрезмерно, поэтому сейчас с прохладной водичкой мы все это смываем. Хорошо, немножечко попало на язык, такой вот соленоватый привкус, соли они и в Африке соли, хоть пищевые, хоть не пищевые, хорошо, значит, что мы сейчас делаем, и сейчас после этого написано, можно наносить автошейф, то есть ни в коем случае не вытирать лицо полотенцем грязным, а для того, чтобы обеззаражить лицо, мы нанесли вот эти квасцы, немножечко бактерии приостановили их движение, размножение, вообще все, а теперь еще прижем это дело вот таким автошеевым спиртовым прорасом. Небольшой массажик такой, вот, в принципе, все, что мы имеем, хотел еще использовать вот эту вещь, но, наверное, уже не сегодня, уже и так много на себя всякой химии, для увлажнителя кожи, я думаю, уже достаточно совсем, можно еще поверх него нанести, это для увлажнения кожи, такую вещь, автошейф, гидрейдер. Вот такое видео сегодня было, всем спасибо за внимание, подписываемся на канал, будет много интересных видео, всем удачи, до свидания. Спасибо за просмотр!